друзья всем привет сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему анализа своей торговли то есть что это такое зачем это надо и я думаю это очень будет полезно для начинающих трейдеров во-первых что такое самоанализ то есть после каждой торговли трейдер особенно начинающий трейдер должен анализировать свою торговлю то есть сколько он заработал плюсов сколько заработал минусов и по какой причине как это делать наилучшим образом для этого стоит скачать себе программку lightshot и по завершению каждой сделки вы просто выделяете место где вы заключали сделку то есть вы выделяете все уровни проводите анализ и сохраняете момент неважно вы делаете две папки плюсы и минусы сохраняете и плюсы и минусы после своей торговли вы должны немного отдохнуть а потом пересмотреть все свои сделки то есть проанализировать плюсы и прямо проанализировать минусы есть трейдеры которые заключают в течение дня не более 10 сделать сделать 10 скриншотов не составляет труда есть трейдеры которые заключают эти 10-15 сделать в течение часа и понятно что не будут они все сохранять столько много скриншотов или делать много видео там записи своей торговли для тех кто заключает много сделок следует выбирать наиболее позитивные наиболее негативные моменты то есть моменты которые зашли в плюс с максимальным преимуществом и сохранять моменты которые зашли в минус где вы видите что вы абсолютно неправильно проанализировать про анализировали то есть вас закрыла не затяжной момент коррекции и потом цена развернулась очень часто такое бывает что анализ верный вы все правильно проанализировали цена пошла туда куда надо но из-за некоторые задержки про торговки вас закрыла в минус там в одну или две минуты максимум стоит сохранять те ситуации где вы были полностью не правы что-то вы не учли например как это делаю я вот вы видите сейчас перед собой картинку это моя папка с минусами я полностью анализируя сделку которая допустим у меня не зашла я делаю описание этой сделки то есть почему она не зашла снизу не было например уровня для перекрытия основной тренд направлен вниз то есть все что я здесь не учел на что надо было обратить внимание я здесь описываю после чего я пересматриваю эту сделку понимаю почему я был неправ например вот здесь вот слабый уровень выше нету уровня перед для уровня для перекрытия я здесь неправильно вошел ситуация разворот тренда это я сохранил для того чтобы не забывать вот у нас шел нисходящий тренд flat и после чего здесь очень опасно в этом месте очень опасно брать на откат потому что когда тренд разворачивается он может выстрелить резко сильным потенциалом и уже только потом заглушить этот потенциал это стоило мне запомнить я это сохранил например я вижу в данной ситуации меня закрыла в минус про торговка то есть цена пошла все-таки вниз позже но а нет извиняюсь цена пошла вверх это был слабый уровень то есть я неверно определил уровень сопротивления от которого стоило заходить видимо он был выше или его здесь совсем тогда не было пример слабого уровня сопротивления у меня также было много минусов которые я старался сохранить именно те которые зашли в сильный минус также я сохраняю плюсы вот вы видите у нас есть уровень поддержки второй уровень поддержки от которого можно взять перекрытие и расай показывает момент перепроданности здесь также два уровня индикатор показывает момент перекупленности здесь также мы видим пробитие двух микро уровней цена дошла до сильного уровня поддержки и сделала от него откат здесь мы увидим коридор в котором цена двигалась после пробития уровня сопротивления косого цена делает откат от первого локального уровня сопротивления также индикаторы rsa и стахастик у нас показывают перри купленность зачем это все сохранять когда вы видите свои ошибки и свои плюсы вы их запоминаете когда вы торгуете очень сложно проанализировать себя скажем так посмотреть на это все с немного с другого ракурса потому когда вы все это сохранили вы пересматриваете вы понимаете где вы ошиблись вы понимаете где вы были правы когда вы еще не научились выделять уровне сопротивления поддержки сильные и вы видите что должна цена сделать откат она пробивает значит это слабый уровень и когда вы их несколько раз пересмотрите здесь вы понимаете почему этот уровень слабый вы понимаете возможно где то был основной тренд направлен не в вашу сторону или так далее то есть это все очень полезно пересматривать и когда вы уже научитесь находить эти ошибки по ходу своей торговли вам даже не надо будет так часто выделять на графике все те уровни с помощью лайфшота вы уже видите на глаз что можно заходить и некоторые уровни вы выделяете для себя для того чтобы просто переубедиться что здесь все правильно или неправильно такой метод анализирования своей торговли помогает научиться выделять где сильные уровни где слабые уровни то есть если смотреть на график мы можем их выделить ульму то есть вот микро уровень вот микро уровень вот уровень все это выделяется по остановках цены и мы понимаем что не все эти уровни будут себя отрабатывать какие-то будут пробиты какие-то произведут откат цены но нам надо научиться выделять именно те которые наиболее сильные крайне мере тем кто торгует на откат от уровня например здесь мы видим вот сильный уровень который подталкивал такие сильные потенциалы цены когда цена поднималась вверх вот следующий уровень такой же сильный то есть мы видим что он сдерживал цену хотя у нас основной тренд идет вниз он сдерживал цену много раз после чего он также сдерживал цену когда она пыталась подняться вверх это сильный уровень и мы уже не обращаем внимание на все те микро уровни локальные которые нам принципе не надо иногда бывают моменты когда вот вы увидели и вам сразу надо заходить в сделку вы не успеете нарисовать график и вы видите стоит вам заходить или не стоит надеюсь это вам было полезно ну а сейчас немножечко по торгуем сейчас вот здесь я вижу уровень то есть я его жду когда цена дойдет до данного момента когда она поднимется то есть здесь у нас идет краткосрочный восходящий тренд цена направляется вверх индикаторы еще не в зоне перекупленности но я предполагаю что этот уровень где-то отсюда произведет откат если откат не произойдет выше у нас есть еще один локальный уровень откуда откуда цена должна сделать откат переносимся на бинома вот мы перенеслись на бинома и ждем еще небольшого просадка вверх если цена поднимется немного выше я зайду сделочку на продажу вот сейчас и сразу готовлю перекрытие если она будет делать посадок еще выше когда вы видите что у вас есть уровень но цена еще до него не дошла не заходите наперед то есть мы ждали когда цена дойдет до этого уровня мы я вижу здесь уровень себя отрабатывал много раз и цена останавливалась как вверху так и внизу вы видите это и я делаю расчет на то что цена может сделать откат из любого контакт из любой точки этого уровня то есть она может немного выше еще просесть мы сопровождаем нашу сделочку и ждем когда цена сделает разворот или откат вот друзья первая сделочка наша зашла в минус перекрытие пока что по крайней мере заходит в плюс и с большим преимуществом как я и говорил уровень широкий вот он и цена делает откат может сделать откат из любой точки так как я вошел здесь и цена сделала просадок немного выше я сделал перекрытие почему я не дождался чтобы сделать перекрытие выше если приблизить мы видим что здесь на самом пике нарисовалась фигура pinbar вот мы видим 321 сделочка заходит в плюс цена подходила к уровню уверенным потенциалом все свечи шли зеленые после чего нарисовалась первая красная потом зеленая и следующий уже фигура типа pinbara то есть свеча пошла красная обычно когда у нас есть сильный уровень индикаторы показывают момент перепупленности и мы видим что сейчас должен быть откат таких моментах это называется затухание цены и скорее всего как минимум откат от данного уровня должен случиться возможно разворот принципе мы и видим сейчас откат смотрим ситуацию сейчас как и всегда в первую очередь обращаем внимание на индикаторы и на уровень здесь мы видим дальний уровень который цена зашла первый раз после его пробития то есть мы видим что цена стучалась в него снизу сделала пробитие небольшой откат к нему и сейчас это первый раз цена зашла в этот локальный уровень мы ожидаем откат если цена опустится немного ниже ниже у нас есть еще один локальный уровень для перекрытия плюс здесь можно выделить восходящий тренд то есть мы видим косой уровень поддержки которому цена тоже дошла переносимся на binomo я зашел на покупку ждем как закроется наша сделочка сделка у нас закрылась плюс здесь я зашел сделку на покупку то есть я выделил здесь раз уровень второй уровень и третий уровень и анализируя ситуацию то есть я вижу что цена двигалась в этом коридоре после чего пробила уровень сопротивления пошла вверх и сделала откат после пробития первого уровня поддержки цена дошла до второго уровня поддержки и я прогнозирую что цена сейчас должна пойти вверх если нет ниже из этого уровня нужно брать перекрытие после того как я провел анализ этой ситуации я жду как закроется сделочка то есть я переношусь на binomo я уже здесь вошел как вы видите в том месте где и говорил и смотрю как закроется эта сделка мы видим что сделка заходит в плюс с великим преимуществом остается до окончания сделочки у нас 10 секунд